Ты жмёшь на газ Остановись. Подумай на досуге. Кто понял жизнь, тот не спешит теперь в испуге. Ведь жалкое подобие людей подвержено ничтожным образом идей. Добрый день, ребята. Сегодня, пожалуй, интереснейший выезд. Вчера ездил, смотрел машину Scania R440 впрыск ПДЕ. Её покупают. И обнаружилось, что пробег какой-то смешной, там 92 тысячи. Всё сходится с моточасами, то есть пробег подлинный. Машина два года последняя стояла совсем. Её продавали. Соответственно, время от времени заводили. Ну и вчера при осмотре автомобиля обнаружилось, что есть масло из выхлопного коллектора, которое проникает через прокладку. Да что ж ты такой дядя баран-то, а? Вот люди не знают, что такое главная дорога, что такое не главная дорога. Едут так, выпучив глаза. Так вот, обнаружилось, что через прокладку выхлопного коллектора шестого цилиндра проникает масло. Конечно, сейчас многие будут визжать. Да это бывает, когда машина на холостых. У меня всегда один и тот же вопрос. Почему это не бывает с другими цилиндрами? Ну, к примеру, да? То есть есть какое-то технологическое отклонение в шестом цилиндре. Вот сегодня я еду выяснить, какое всё-таки отклонение. Машину сдали в скане-сервис, в прошлом скане-сервис, прошлый официал. Официал сразу говорит, надо снимать головку. Вообще сразу были возгласы по поводу, нафига вам специалист, у нас тут все специалисты, да мы не пустим. Но посовещавшись, они решили, что всё-таки они не зайдут с неба на землю и пустят. Трактовка была такая, если вы пришли к терапевту, ну зачем второй терапевт? Ну, во-первых, терапевт не всегда терапевт, а бывает иногда терапевт оказывается каким-нибудь окулистом. Поэтому нужен второй терапевт. Во-вторых, на скане-сервис всегда очень интересно расправляются с заказчиками. Говорят, давайте снимем головку, мы всё равно же так ничего не увидим. Я говорю, в смысле, зачем снимать головку? Для этого, конечно, большого мани, надо снять головку. Говорю, давайте для начала убедимся, откуда масло, что можно сделать, да, снять, допустим, топливную форсунку и эндоскопом посмотреть в цилиндры, в цилиндр, что происходит, есть ли задиры. Но мне тут же сказали, что эндоскоп тут не поможет. Наверное, у них эндоскопа нет, поэтому, видимо, не поможет. Вот. Дальше такая ситуация. Ну, то, что масло попадает в цилиндры, это однозначно, потому что даже при диагностике, у меня на шестом цилиндре топливная форсунка при балансировке показывала результат плюс 2,2. Это как раз говорит о том, что степень повышенной компрессии в цилиндре. Ну, при попадании масла по-другому не бывает. Таки все-таки, все-таки, бывшие официалы изрекли грамотную версию. Давайте снимем коллектор и посмотрим, откуда все-таки масло. По крайней мере, будет видно, с клапанного механизма или нет. Ну, мое предположение, конечно, существует такой уверенный звучок. Как на неотрегулированном клапане я его хорошо слышу. Этот звучок при запущенном двигателе. И, в общем-то, мне очень кажется, что это маслосъемный колпачок шестого цилиндра клапанного механизма. Ну, тогда все упрощает задачу. В общем, сегодня я еду убедиться, что, собственно, происходит с машиной. Меня часто вызывают вот на такие мероприятия просто посмотреть за работой сервисной станции. Ну, оплачивает мне рабочий день, и я смотрю, стою. Иногда, если нужно, совещаюсь с человеком, который делает эту работу на предмет, а что это, или как интереснее, как правильнее поступить. Ну, иногда бывают конфликты, конечно, потому что не всем нравится присутствие постороннего специалиста в их ремзоне. Но, ребят, надо, наверное, воспринимать это правильно, да, не просто так люди это делают. Ну, и так, едем со мной. Итак, Scania сервис. Пригнали машину поздно вечером, ребята. Ее помыли, загнали в ремзону. Договорились, что утром будут делать в нашем присутствии. Вместо этого мы приехали, обнаружили такую ситуацию. Прокладки коллектора поменяли на новые. Соответственно, коллектора смонтировали назад. Сказали, что сделали диагностику, но ничего больше не нашли. То есть, масло течи не обнаружили. Я говорю, давайте посмотреть на диагностику. Они говорят, а у нас ее нет. Я говорю, давайте тогда сделаем повторную диагностику, потому что хочется посмотреть на диагностику. Ну, сейчас, соответственно, поедем на повторную диагностику. Посмотрим, что видели, что не видели. Ну, что называется, будем посмотреть. Велосипед Scania 1905 года. Очуметь. Вот это да. Красивый аппарат. Заменили прокладки коллектора. Полностью новые. Сейчас, конечно, ничего не течет, потому что все затянуто. Закончилось все чем? Дилер снял в охлопной коллектор. Но это без нас. Обнаружил рваную прокладку 6-го цилиндра в охлопного коллектора. Ну, по словам дилера, да, машину заводили без в охлопного коллектора. Смотрели, течь масла есть или нет. Все сухо. Ну, опять-таки, мы им показывали фотографию. Да, вот смотрите, течь масла. Но мы же не обкурились все трое. Клиентов было два человека, и я третий. Вот. Сошлись на том, что, ну, раз уж мы заехали, надо отрегулировать клапана. Отрегулировали клапана. Выхлопные клапаны. Три штуки. Четвертый, второй и третий, по-моему, цилиндр. И то мастер сказал, что, ну, так. Я, говорит, сделал, но, в принципе, можно было ставить. Вот. И сделали повторную диагностику. Но по диагностике, сейчас покажу. Это тест ускорения. Четвертый цилиндр. Немножко в плюсе. Это тест компрессии. Шестой здесь, видите, немножко отличается от других. Это балансировка цилиндров. И вот здесь шестой, как и у меня был, в плюс 2,2. Ну, да, вот. Плюс 2 единицы. При температуре 55,4. У меня была температура 58, и он показатели имел 2,2. Это говорит о том, что в этом цилиндре все-таки есть масло. Ну, и учитывая то, что двигатель на Scania, как и на Volvo, наклонен заднюю часть чуть ниже, можно сделать, наверное, такое предположение, что, скорее всего, машина стояла 2 года, ее там раз в месяц, может быть, заводили, скорее всего, с колпачка маслосъемного натекло какое-то количество масла. При запуске порванной прокладки коллектора шестого цилиндра это масло выдавило сюда, на улицу. Ну, иначе быть невозможно, да, вот этому, потому что если из маслосъемного колпачка не течет ручьем, то это все сгорает буквально в цилиндре. В общем, пришли к мнению, что это, скорее всего, возможно, дефект маслосъемного колпачка, потому что даже по балансировке цилиндров видно, что двоечка в плюсе, в шестом цилиндре, ну, и откуда-то маслу нужно было взяться, да, то есть, когда течет ручьем, это уже, там, поршневая группа, но здесь при снятом коллекторе дилер говорит, что нормально все было. Ну, можно поверить дилеру, потому что, на самом деле, в принципе, ну, адекватные люди, я бы сказал, наверное, врать им смысла нет, потому что если бы они обнаружили течь, наверное, бы они этой течью занялись, а так, поскольку ничего не было, ну, что теперь? Вот, вот такая история. Теперь давайте с вами порассуждаем, в чем неправ дилер Scania. По компрессионному тесту, в совокупности с другими тестами, проведенными, видно, что степень компрессионных показателей шестого цилиндра завышена относительно других цилиндров. Это что значит? При условии, что клапана, когда стали делать после этого теста, сделали только четвертый, второй, третий, выпускные, шестом, все было хорошо. Что это значит? Правильно, это попадание масла в цилиндры. Дальше. Балансировка топливных форсунок, в том числе, отличается при температуре что 55, что почти 60. Ну, я делал почти 60 градусов, при 55 делал дилер. Показатели те же самые. Плюс 2 по шестому цилиндру коррекция. Это о чем говорит? Опять-таки, это говорит о том, что компрессионные показатели в цилиндре завышены. И вот дилер, дилер, ничего плохого в этом не видит. Почему? Да потому что дилер руководствуется мануалом. В мануале написано, ну, к примеру, плюс-минус 45 показателей по коррекции. Это уже плохо. Если там процентов на 20 отличаются показатели при компрессионном тесте, это уже плохо. То есть, он увидит это тогда, когда показатели будут критические. Он руководствуется мануалом. Чем отличается специалист технически от дилера? Тем, что технический специалист руководствуется знанием, знаниями, а не мануалом. А знания это единственный дорогостоящий вуз, в котором обладают неисчерпаемые подлинные знания. О, сказал, да? Каламбур. Так вот, руководствуясь показателями работы двигателя 6-го цилиндра, я могу с точностью сказать, что в 6-м цилиндре находится масло постоянно. Сошлись на мнении с дилером, что это масло таки попадает туда из маслосъемного колпачка. Поскольку двигатель имеет наклонное положение, 6-й цилиндр ниже немножко получается, чем 1-й, и работоспособности масло таки проникает через клапан в камеру сгорания. Часть масла сгорает, но в любом случае часть масла, в общем-то, смазывает цилиндр. Дыма пока не видно, потому что не в том количестве это все происходит. Если бы колпачок тек прям ручьем, тогда бы мы увидели дым при резком увеличении оборотов. А здесь ничего не видно, кроме того, что существуют измененные показатели по 6-му цилиндру, рабочей 6-го цилиндра. В общем, дилер сказал, ничего страшного. Я считаю, что это не ничего страшного, это есть предмет для дальнейшего оперативного вмешательства. Скорее всего, будет замена маслосъемных колпачков на 6-м цилиндре. Наверное, это произошло в результате того, что машина долго стояла, а стояла она там ближайшие 2 года. Но с клиентом договорились о следующем, что он немного поэксплуатирует машину, снимет выхлопной коллектор, посмотрит на результат. Потому что сейчас там стоят новые прокладки, хоть и китайские, но новые. Они, конечно, будут держать. И если будет какое-то масло, то масло будет попадать в горячую секцию турбины. Неизбежно. В общем, договорились о том, что клиент будет смотреть за уровнем масла и по прошествии, допустим, 5-10 тысяч пробега снимет коллектор и посмотрит на то, что происходит. Ну, это нетрудная операция. Вот чем отличается, по сути, дилер от специалиста, который работает как специалист. Еще раз. Дилер руководствуется подсказками в мануале. Мануалы последнее время пишут маркетологи, которые далеки от знаний автомобильной техники. А специалист руководствуется знаниями, которые он получил в результате опыта эксплуатации, допустим, ремонта автомобилей. Плюс знания, которые он получил из книжек. Ну, допустим, меня учили в СССР. Поэтому знания дилера, несмотря на то, что дилер хорош, все замечательно, но знания дилера всегда отличаются от знаний специалистов. Вот так вот, ребята. Вот такое вот будет резюме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова